Вчера мы увидели и узнали об изменениях, происходящих в Национальном парке Йеллоустоун, происходящих с 2002 года. А сегодня поговорим о происходящих странностях на территории супервулкана. Всё чаще появляются сведения, что онлайн-мониторинг Йеллоустоуна даёт сбой и перестаёт показывать, что происходит в нём. Один из таких сбоев возник 30 октября, когда на некоторое время на сайте отображались данные за 27 октября. Почему так происходит, официально не оглашается? Также температурные датчики на реке Гарднер, протекающей по всей территории Йеллоустоуновского национального парка, фиксируют повышение температуры воды, что является признаком поднятия магмы к поверхности почвы. Рик Валин, ведущий биолог парка, сообщил, что в этом году действительно произошло что-то важное, что изменило динамику распределения бизонов по всему парку. Они стали мигрировать на север, а не, как прежде, на запад. Причины такого поведения бизонов неизвестны. На территории парка есть озеро, поведение береговой линии которого вызывает множество недоумений. Нормой для водоёмов является или пребывание, или убывание воды. А в этом озере на одной его части вода пребывает, а от другой части уходит. И это всё происходит одновременно. Через время участки могут меняться местами. Что происходит с непонятно. Одно из предположений говорит об активности супервулкана, в кратере которого находится озеро. Также всё больше посетителей Йеллоустоновского национального парка сообщают о странных звуках, слышимых у берегов озёр, или гул пчелиного роя, или колокольный звон. Источник звука постоянно перемещается, приближаясь и отдаляясь. Впервые информация о таких звуках появилась в конце 19 века. Природа этих звуков остаётся неизвестной. Специалисты геологической службы США утверждают, что бояться ничего не следует. Риск извержения супервулкана отсутствует и приравнивается в ближайший год как один к 730 тысячам. Дорогие зрители, а что у вас вызывает наибольшее недоумение в происходящих событиях в национальном парке Йеллоустон? Напишите об этом в комментариях.